После того, как 19 июля местные власти согласились сохранить зоопарк, если для него найдут инвестора, на зов о помощи откликнулись несколько московских бизнесменов. Тогда же разговоры о полном закрытии Мишутки прекратились. Однако все лето и до сих пор зоопарк остается закрытым. В самый сезон, когда парки зарабатывают на год вперед, тут нет и речи о прибыли, а нового владельца еще даже не выбирали. Конкурс не объявлен, потому что, как нам было сказано, на встрече с городским руководством планируется сделать лишивотно-комфортные условия. То есть большие клетки, большие вольеры, что потребует увеличения территории, которая должна быть отдана под зоопарк. Пока идет оформление этих документов, какая территория будет отдана инвестированием в развитие зоопарка, я же вот самый минимальный оцениваю, это порядка 100 миллионов рублей. Вот поэтому срок аренды должен быть максимальным. То есть это должно быть как бы на 49 лет и никак не на 11 месяцев. Напомню, в конце мая в зоопарке Мишутка зоозащитники нашли нарушение по содержанию животных, после чего зверинец закрыли для посетителей. Кстати, совсем недавно у всего парка Швейцария сменился директор. На эту должность назначили Елену Зубову, бывшего зампрокурора Нижнего Новгорода. Общественники считают, что именно ей удастся навести порядок и организовать нормальную работу в парке.